Семь утра на Дону Здравствуйте, я Дмитрий Прианов. Слушайте мои песни на радио ФМ на Дону. Жизнь общением богата, от улыбок мир светлей, мне других богатств не надо, счастлив я в кругу друзей. На одной волне мы, значит, будет лучше наша жизнь. Это редкая удача, что мы вместе собрались. ФМ на Дону, хиты про любовь. ФМ на Дону полюбит любой, кто преданно ждет и верит в мечту. ФМ на Дону, ФМ на Дону. Древний милый сердцу город обнимает тихий дом. Нам для встреч не нужен повод. Время мы всегда найдем. Все сбылось, о чем мечталось. Нам всем очень повезло. Дарит радио нам радость и домашнее тепло. ФМ на Дону, хиты про любовь. ФМ на Дону полюбит любой, кто преданно ждет и верит в мечту. ФМ на Дону, ФМ на Дону. ФМ на Дону, ФМ на Дону. ФМ на Дону, хиты про любовь. ФМ на Дону полюбит любой, кто преданно ждет и верит в мечту. ФМ на Дону, ФМ на Дону. ФМ на Дону, хиты про любовь. ФМ на Дону полюбит любой, кто преданно ждет и верит в мечту. От счастья ключи Просыпайте, Тихий Дон Доброе утро, Анечка! Доброе утро, уважаемые наши радиослушатели в эфире Ранняя Пташка 7 часов 3 минуты в Ростове, в Ростовской области, всюду-всюду-всюду И вас точно так же приветствуем все наши радиослушатели Ждем ваших уже звонков Уже ждем, узнаем, проснулись вы или нет Да, 200 ровно 2519, телефон прямого эфира Для тех, кто звонит из области 8863, 200 ровно 2519 А у нас тема есть Зима, зима Да, как обычно Неделя, первая неделя платных пробок Платных пробок Платных парковок Платных парковок, да В центре города, вдоль центральных дорог Ростова-на-Дону Насколько они помогли разгрузить нам дороги Помогли ли? Чему помогли? Узнаем ваше мнение Так что на всякий случай скажу вам, что у нас есть страничка ВКонтакте Наша Ранья Пташка Добавляйтесь к нам в друзья Пишите личные сообщения И обязательно участвуйте в опросе Да, да, голосуйте Голосуйте Там есть вопросник Да Заходите, смотрите С началом работа платных парковок вдоль центральных дорог города И вот тут два варианта ответа Ничего не изменилось Либо второй вариант ответа Дороги также загружены Но я верю в лучшие Если вы считаете, что все-таки изменилась ситуация Оставляйте комментарии Звоните нам 200 ровно 25 19 Прямо сейчас, да Может быть кто-то уже пользовался Удобно или неудобно Кто не пользовался, советуем попробовать Значит, вот пока первый этап осуществлен Это более тысячи парковочных мест появилось Да, есть даже статистика В центре города Да Есть статистика, подсчитанная порталом 161 Точка ру Точка ру Да, посчитали, что час Парковочный час стоит 35 рублей Рабочий день длится примерно 8 часов У среднестатистического человека Но мне кажется, он все-таки уже больше стал длиться Все-таки люди и по 9 часов работают Ну, допустим, 8 часов Итого 280 рублей в день 4, о, в неделю Да, в день 4 рабочих недели Выходит по 1600 рублей в месяц Звоните Звоните И еще раз звоните У нас есть комментарий генерального директора ООО Ростовское парковочное пространство И мы его послушаем, фрагмент этого интервью А мы хотим знать ваше мнение Как вы относитесь к платным парковкам? Может быть, кстати, хорошо Может быть и хорошо Абсолютно не исключено Тем более, что это только первый этап А до конца года Вот эта организация обещает нам Шесть с половиной тысяч парковочных мест Шесть с половиной И вообще, давайте говорить сегодня Не только о платных парковках Давайте говорить о том Где вы вообще храните своего железного коня Если у вас есть гараж Что вы счастливчик Да, у кого нет гаража Чем он пользуется? Стоит у себя под окном во дворе В соседнем дворе На платные автостоянки На подземные На надземные И так далее, и так далее Вариантов Огромное количество Но то, что хронически не хватает Этих мест парковочных Это абсолютный факт Кстати, очень хорошо иметь гараж Возле дома и возле работы Да Ну, какое счастье Выпадает очень редко Да И что, кстати, делать? Потому что город больше от этого Дороги шире не станут От того, что мы сейчас будем говорить Что вот мало парковочных мест Или, кстати, много Но, скорее всего, мало Может быть, мы благодаря нашим радиослушателям Сформируем какую-то повестку дня Куда нам двигаться дальше? Что нам строить? Подземные парковки? Или выбирать какие-то участки пустырей И не застраивать там высотками А давать возможность Открывать автостоянки Это тоже вам малый бизнес Если хотите Вот, кстати, я думала об автостоянках Которые вот в центре города Если, например, автостоянка Где-нибудь на Соборный Станиславского А мне на работу на Кировский А платная стоянка там Хорошая Вот как мне пешком ходить? Раз есть вопрос Значит, он нуждается в ответе Так что давайте Звоните и будем говорить И еще что хотела сказать У нас поступают стихотворные строки На наш конкурс Стихотворения, посвященные Ранней Пташке Их еще недостаточно, мы считаем Хотя они постепенно поступают Эти стихотворные строки И мы практически в каждом эфире Говорим о том, что Мы объявили конкурс На лучшее стихотворение Посвященное Названию нашей программы Ранняя Пташка Мы ждем ваших стихотворений Вы можете их присылать Вы можете их читать В прямом эфире И когда соберется Достаточное количество Членов нашей комиссии В которые войдут Корреспонденты, редакторы Ну и мы там, может быть Нас не забудут пригласить Мы определим Самое лучшее стихотворение Посвященное Ранней Пташке И за это Автор этого стихотворения Получит Самый главный приз Это будет Что? Билет Фитнес-клуб На целый месяц Ух, ну че бусины За целый месяц Можно из себя сделать Абонона Анжелину Джоли Если говорить о женском поле Ну вот видите Какая-то За месяц инохронная Вот так А еще сегодня Вы услышите гороскоп Памятные даты Какой праздник сегодня отмечаем Также услышим ваши звонки Ваше мнение Если вы боитесь Что кто-то узнает ваш голос Ваше имя Пишите пожалуйста нам вконтакте Добавляйтесь в друзья Только друзья нам кстати Могут писать теперь сообщения Да, да, да Да Только напишите вначале анонимно И потом свое мнение Сильно большое мнение Не пишите пожалуйста Не успеем протисать все Да, например там Я считаю что платные парковки Это великолепно Объясните почему Объясните почему Если это хорошо почему Если это плохо почему Вот у нас Посмотрите Первый друг Какие предложения Первый друг Уже строчит что-то туда Да, а еще у нас новости будут Новость А какая у меня новость Какая у вас новость Ну зачем я тебе сейчас буду говорить Я тебе потом чуть позже скажу Ну хорошо Да Ну хорошо Тогда пока даем возможность вам проснуться Проснуться Послушать Послушать Послушаем мы очень бодренькую Веселенькую песню От ВИА Бандерас Бандерас Принимали все так как есть Пили вино и ночь Бросали тоску в огонь Чтоб ВИА КОЛОСАН Скажут не время знать Не время что-то венять Девочки в тонких платьях Просто должны танцевать Не помня о боли Не зная пароли От боли до боя Дай пять, если ты все еще ищешь Свою дорогу Дай пять, если ты все еще ждешь Когда рассеется ночь Дай пять, если мир поделен на тысячи А ты не в ногу Дай пять, если ты просто не хочешь Быть как все так ждешь Дай пять Дай пять Дай пять Дай пять Дай пять Это знаки Читать научись их Сила жестов и чисел станет причиной Если заново встать не осталось почти сил Если там впереди большое кино То все это тизер Если это не вызов Спрячь когти и дай мне пять тигр От счастья до боли От боли до боя И доли до боли Дай пять Дай пять, если ты все еще ищешь Свою дорогу Дай пять, если ты все еще ждешь Когда рассеется ночь Дай пять, если мир поделен на тысячи А ты не в ногу Дай пять, если ты просто не хочешь Быть как все так ждешь Дай пять 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 Ранняя пташка на FM на Дону А я первый раз эту песню слушала в наушнике Узнала, что там на припеве не только женский голос Но и мужской Вот такие открытия у меня сегодня А время сколько? А время сколько? Семь часов тринадцать минут в расцове Семь часов тринадцать минут И пришло время упражнения На включение головы в рабочее состояние А это что? Загадка Да Слушаем очень внимательно Что это? Сидит на окне Говорит по-французски Как-то я повторяю Что это? Сидит на окне Говорит по-французски Ждем ваших ответов Да, ждем А сейчас А сейчас секундочку Обязательно нам позвонил наш радиослушатель И предупредил всех остальных О том, что выезд из Батайска Просто забетонирован Заблокирован Запробирован А знаете почему? Потому что там идут дорожные работы Ну вообще-то Обычно мы знаем этот участок больной Так сказать в кавычках Да? Но там начинается вот эта свистопляска Где-то без пятнадцати Восемь 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 Около восьми А уже сейчас Потому что вот на выезде работают Ага Так что будьте аккуратны Аккуратно-аккуратно Вот выезд который на Варшиловский мост Ну вот этот Да-да-да-да Вот там все сложно Да На курсе раньше Да, вот такие предсказания А у нас свои А теперь давай предсказания настоящие Гороскоп Овен Энергии вас не слишком много Постарайтесь не взваливать на свои плечи Слишком много Иначе не избежать переутомления В общении с близкими нерв натянут Будьте осторожны Не делайте скоропалительных выводов и ошибок Тельцы Тельцы сегодня особенно активны Звезды советуют направить энергию в стороны путешествий и командировок Не сидите на месте, если есть желание действовать Отношения со второй половинкой укрепляются Так что не бойтесь быть откровенными Уже можно Близнецы Ну что тут сказать Здоровье в норме Интерес с противоположного пола к вам на пике Мечты сбываются К тому же удачными будут покупки и инвестиции Рак День подарит прекрасное настроение и незабываемые эмоции Правда, если вы решите в понедельник устроить спонтанную вечеринку Одумайтесь Самая лучшая импровизация Это тщательно подготовленная импровизация Лев Не бойтесь начинать новое, если еще не закончили старое Последовательность сегодня не лучший товарищ Аккуратнее с близкими Напряженно Нагрянувшие родственники будут докучать свои заботы Если хотите сказать им об этом, постарайтесь действовать как можно мягче Иначе не избежать конфликта Дева Берите быка за рога Пора новых проектов Не бойтесь, если все оставят вас один на один с нерешаемыми проблемами Именно работа в одиночку даст наилучший результат Удачными будут покупки, а вот в личной жизни натянута Не переживайте Этот период закончится без вашего вмешательства А пока вы бессильны переломить ситуацию Ну что ж, неплохо Да Вполне нормально А время новостей Мы скажем какую-нибудь новость? Можем Да, на всякий случай предупредим, что сегодня обсуждаем платные парковки И вообще парковки Насколько их хватает в городе, в центре города, на окраинах В микрорайонах, в так называемых спальнях Где вы храните ночью, и не только ночью, своих железных коней В гараже, на дворовом каком-то пространстве В соседнем дворе, у себя под окном Потому что сейчас уже в микрорайонах такая картина складывается Последний оплот остался, это детская площадка Окруженная вот этими бамперами Фары, смотрящие на последний оплот Вот эта песочница и все И дальше уже все, двора нет Так что вопрос очень серьезный Звоните, предлагайте Да, и заходите на нашу страничку, оставляйте свой голос Помогли ли платные парковки за первую неделю как-то изменить ситуацию на дороге Или нет Ну что, давайте об интересном О позитивненьком О радостном Пожалуйста, пожалуйста В городе Орел автоматическая система Видеофиксации нарушений правил дорожного движения Показала сверхзвуковую скорость автомобиля Форд Фокус Внимание 1418 км в час Как он это сделал? Вот не знаю, как он это сделал Но вот Генеральная прокуратура мимо этого не прошла И отметила этот факт в своем пресс-релизе А вообще в минувшие дни в ходе проверок Генеральная прокуратура выявила серьезные нарушения в ряде регионов По использованию вот этой самой системы видеофиксации Речь идет о Московской, Тверской, Свердловской, Тамбовской Наши соседи попались в Воронежской области Республика Гурятия и Татарстан Бывают просто вообще казусные Казусные просто Например Ну вот например Такой пример Видеосъемки Они называли в этом пресс-релизе Наказывались за пересечение двойной сплошной полосы Но не автомобилем А тенью от автомобиля Это очень серьезное решение Или вот смотри Письмо счастья За превышение скорости Отправили автолюбителю Автомобиль которого Эвакуатор Вез без двигателя На станцию техобслуживания Ой, что же я смеюсь У человека У человека У человека идея еще наверняка Так вот за минувшие 9 месяцев По России было вынесено Уже более 26 миллионов Постановлений о нарушении ПДД Сколько из них выписаны некорректно Не указывается Вот так бывает Что ж вы о грустном А можно я о веселеньком? Да, конечно, давай А Ростов обыграл ЦСКА И это правда 2-0 Вот вы в прошлый раз оговорили Сказали, что Ростов сыграл с ПВС С ПВС С ПВС Выиграл, да Со счетом 2-2 А вот видите, как хорошо Уже выиграл ЦСКА ЦСКА Это я их навел на победу ПСВ Немножко перепутали мы с вами буквы Но постоянные радиослушатели знают, что мы с Алишером, конечно, болеем за наш футбол Но не слишком фанатично Мы рады, когда выигрывают наши Когда проигрывают, расстраиваемся Вот мы такие в меру фанаты Ну просто мы, наверное, патриотики Маленькие патриотики А еще у меня новость хорошая Ростов-на-Дону официально признан добрым городом А я вам расскажу, как это получилось На каком основании? На самом таком весомом официально Мы стали 45-м городом, который официально признали добрым Провели у нас, я сейчас даже скажу, фонд Николая Чудотворца Ростовский фонд Провел акцию Добрый Ростов Ну совместно со многими фондами Отделами Ростовской надумной епархии Прошло все хорошо и правильно Поэтому организаторы вот этого фестиваля Всероссийского Вручили нам ключи от города Где написано Добрый город Все официально Мы официальненько добрые То есть у вас есть документ в виде ключа В виде ключа Ну что, здорово И что-то нет у нас звонков Давайте напомним, может быть, загадку Да ради Бога И напомним Обычно на это уходит секунд 30-40 Да, а в понедельник или шер? Ну а что, в понедельник через 20 секунд должны звонить? Нет, через 50, через минуты Хорошо, напоминаю Что это? Сидит на окне, говорит по-французски У меня есть определенные предположения Ну давайте дадим вам время Время подумать Мы не торопим Думайте, думайте Да, музыка у нас Это значит, в понедельник Головка-то еще не включилась Никак Поэтому мы используем это упражнение Ну давайте пока послушаем музыку Дадим вам возможность подумать, проснуться И не забывайте Сквозная тема сегодняшнего эфира Это парковки Платные парковки И платные парковки И стоянки по месту вашего жительства Где вы ставите, не ставите Довольны ли вы вообще тем, что вы ставите машину, где попало? Ну скорее всего так и есть Ну если прямо получается так Потому что я знаю Я знаю, есть люди Которые с работы отпрашиваются на час раньше Чтобы заехать во двор И поставить свою машину Потом потирать руки И рад сказать О, слушай, моя уже стоит Все уже А я знаю другую немножко ситуацию А утром встает там второй ряд Третий ряд Его уже придавили И он утром уехать не может Бедняга Кстати, утром Такие люди обычно уезжают Ему нужно на работу к девяти А он в пол восьмого уже машинку поставил Вот такой человек из-за этого Немножко страдает Это очень большая проблема И везде вот на лобовом стекле Если моя машина вам мешает Позвоните Разбить ее молотком Да, да И так далее, так далее А ты ему звонишь А он там дрыхнет Пришел в два часа ночи Может быть я не знаю Кстати, вот еще вспомнила интересную вещь У нас в Ростове люди очень Как это сказать Жидкие на расправу Потому что они в лицо не могут человеку сказать А вот, например, испортить имущество Автомобиль Проколоть шины Облить краской Написать какую-нибудь гадость Нацарапать А не в состоянии Вот потому что машина Вот, знаете ли, не там стоит Ну да Можно же позвонить в квартиру Сказать Извините, Иван Иванович Вот ваша машина Вы каждое утро ставите И прикрываете мою А я опаздываю на работу из-за вас Давайте как-нибудь договоримся Нет Вариант есть другой Взять гвоздик и Нацарапать Нецензурное слово на капоте Да На какую-нибудь Букву Р Чтобы людей не было даже мысли Но ведь смотри Если бы хватало Автостоянок Таких ситуаций Может быть и не было Да, скорее всего Эта агрессия Она же вынуждена Она вызвана тем, что люди нервничают Действительно Вот представь себе Да Человек Я готова Который купил, я не знаю там Роскошный телевизор Тоннель Отдал за него 30, 40, 50 тысяч Но занес не домой, а поставил около подъезда Глупец До утра Можешь себе такую ситуацию представить? Нет Или кто-нибудь взял на улице Оставил холодильник на ночь зимой Купленный только что Красивенький такой Такого не бывает Не бывает А вот машину стоимости до миллиона И свыше миллиона Бросить во дворе можно спокойно Почему? Потому что она закрывается на ключик Холодильник тоже может закрыть на ключик Но холодильник тяжело унести на ручках Вот так, да? Ой, легко, наверное, попроще будет, чем машинку-то Машину Машину можно покатить Можно покатить Особенно делаем с вами Особенно делаем с вами Если не задается угнать, хотя бы покорябать Одним словом, вопрос очень важный Тема злободневная Хотим, чтобы вы участвовали в этом обсуждении Звоните, предлагайте, ругайте, хвалите Да Противоречьте нам Делайте конструктивные предложения Пишите свои предложения Вконтакте на нашей страничке Давайте обсудим этот вопрос вместе 200 ровно 2519 Может быть, я думаю, телефон забыли наш Забыли? Забыли Запишите Да, но пока уходим на музыку 200 ровно 2519 Не забывайте Ждем после музыки Не забудьте про загадку После музыки Ждем ваших звонков Замочной Замочной Ждем Носной Цвет Словно Девочка юная В листопаре Танцующим Под печаль семиструною Ты мечтаешь о будущем В небе тучи качаются В темно-синей безбрежности И вот-вот разрыдаются От нахлынувшей нежности Останься королевой сентября В заветных уголках моей души Смотреть, не отрываясь на тебя Ты разреши мне, только разреши Останься в моей жизни навсегда И каждый день с ума меня своди Прохладай слез осеннего дождя Не погаси, любовь, не погаси В модном платье в облипочку Цвет осенней безбрежности Ты пристала на цепочки И жидала мне нежности Сердце в полном сметении Листья медленно кружатся Королева осенняя Да пусть мечты твои сбудутся Останься королевой сентября В заветных уголках моей души Смотреть, не отрываясь на тебя Ты разреши мне, только разреши Останься в моей жизни навсегда И каждый день с ума меня своди Прохладай слез осеннего дождя Не погаси, любовь, не погаси Останься королевой сентября В заветных уголках моей души Смотреть, не отрываясь на тебя Ты разреши мне, только разреши Останься в моей жизни навсегда И каждый день с ума меня своди Прохладай слез осеннего дождя Не погаси, любовь, не погаси Ранняя пташка на ФМ на Дону Просыпайтесь вместе с нами Постепенно народ просыпается Да, просыпается Пишут нам, вот поправили Стоит не въезд на Ворошиловский мост А от выезда из Батайска до Тачанки И так каждый день Только сейчас еще и дорожные работы прибавились И фотография, действительно, все Нерадужно, нерадужно Очень много автомобилей Ну, сегодня на полчаса раньше Да, даже, наверное, больше Даже больше, да Печально, печально это все Какой-то сложный понедельник у нас Ну, сочувствуем, друзья Ну, что делать Слушайте радио ФМ на Дону Наверное, легче переносить эти Побычные нюзды Сегодня мы скорее всего Вас еще и расстроим больше Нет А у нас есть звонок Опа-ля Опа-ля Ваня, где он там звоночек Алло Доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Александр меня зовут Сейчас двигаюсь по Нагибино на работу Как там, пробочно? Небольшое движение Ну, затруднено Затруднено уже Не прямо так Ну, пока только затруднено Вы хотели что-то сказать о пробках? О парковках? О стоянках? О парковках хотел бы Вот я включил как раз радио И попал на такое выражение Что да, не хватает у нас парковочек Я в чем-то, конечно, согласен Но нужно заметить то, что У нас не всегда в парковках дело У нас дело в людях Я лично знаю несколько Даже десятков людей Которые работают в бизнес-центре Ну, вот ему далеко От парковочного места Идти на работу И он воткнет машину где угодно Лишь бы, вот чтобы ему Ножками 100 метров лишним не пройти Поэтому, в принципе, все сваливать На отсутствие парковок не стоит Это нужно сваливать на менталитет людей А вы сами паркуетесь где? Я паркуюсь на парковке И потом еще где-то полкилометра Подвигаем на работу На платной или бесплатной? На платной На платной А вы довольны качеством обслуживания? Что там? Вы понимаете, за что вы деньги платите? Честно говоря, ну как она стояла Пока они были бесплатными Так она и сейчас стоит Но выбора нет на самом деле Вот И поставил машину Ну пусть стоит По крайней мере, я знаю, что Я никому не мешаю Что вариант такой, что Меня может зацепить там трамвай, троллейбус Или автобус Минимален Вот Не важно то, что она платная или бесплатная Вот Ну, именно для меня На данный момент стоит такой вопрос А скажите, а сколько платите вы за парковку? 35 рублей час То есть, ну, все по стандарту И насколько это бьет по вашему кошельку или не бьет? Хорошо бьет Хорошо, чувствительно, да? Конечно А не лучше ли купить абонемент, чем вот каждый божий день Искать этот паркомат, работает он или нет? Нет, подумываю я на самом деле, да, о абонементе Но Ну, это только начало Поэтому сейчас пока мы к этому привыкаем Но вы верите в лучшее, да? Что ситуация изменится в лучшую сторону? То есть, это как бы обкатка, правильно? Нет, вы верите в лучшее? Не верю А почему? Что? Вроде как, мне показалось, вы достаточно оптимистично отзываетесь об этом всем Я отзываюсь Нет, это даже не оптимистично Фатализм, это, можно сказать, фатализм А хоть бы и не уйдешь Вот А к чему же, по вашему мнению, придешь? Придем, да, скорее всего, ни к чему Ну, будем мы покупать абонементы А качество обслуживания не улучшится Если вспомнить, допустим, многоэтажки дома, да? Одно время ставили ребята там ушлые Пытались сделать парковки, да? Платные или бесплатные Давайте нам платить Мы будем вас охранять В принципе, это то же самое На самом деле, но только на государственном уровне Согласитесь, это то же самое Они, ребята эти, ничего не делали Вот, ходили только деньги Жильцов тут Сбивали, так сказать, да? При этом они не несли никакой ответственности Если сняли колеса, то это не к нам Естественно Вот, ну и сейчас получается практически то же самое Согласитесь Спасибо большое за такое интересное мнение Параллелизм Да, 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 да Ранья пташка Спасибо за джингл Да, да, спасибо за джингл А мы продолжаем Как обещали мы в начале нашего часа Что у нас есть фрагмент интервью Генерального директора Ростовского парковочного пространства Александра Афанасьевича Юрьева Мы обещали его поставить Чтобы он прояснил Потому что очень много вопросов у людей Как платить? Кому платить? Можно ли платить с телефона? Можно ли платить с банковской карточки? Или надо платить наличные? Кому? В какой зоне? А если я приехал, а потом раздумал, передумал Мне нужно уехать А меня успели сфотографировать Придет ли мне письмо счастья? То есть вопросов достаточно Да, и потом наверняка было сказано о том Что есть какие-то льготные категории Давайте получим информацию Что называется Полно Из первых уст Да, итак фрагмент интервью Александра Юрьева Нашему корреспонденту Инне Панфиловой Стоимость часа составляет 35 рублей Мы даем 15 минут Людям для того, чтобы они смогли заплатить Или определиться Надо им стоять или нет Человек приехал Остановил машину В течение 50 минут Понял, что он поедет дальше Естественно, ему не надо Оплачивать Люди, которые живут Прописаны в кадастровом квартале И они имеют право Оставлять свою машину С 8 часов утра до 8 часов вечера Бесплатно Вторая категория Это у нас инвалиды Первой и второй группы И третья категория Это льготники Это участники Великой Отечественной войны И бывшие узники Концел Герей Знаете, что ты Иван Обращайтесь к ним Иванечка Олег Михаила Нагибина 12 дробь 2 Достигнем результата Вместе А у нас звонок Отлично Да, алло, алло Мы слышим вас Добрый день Добрый Уже день у вас Да, уже день А как давно проснулись? Ну, уже вот 3 часа Как проснулся Ого, как вас зовут? Меня зовут Иван Иван Как нашего звукорежиссера Да, я уже Я уже с ними имел Удовольствие пообщаться Вот звоню вам Мы говорим сегодня О парковочках Да, о стоянках И парковках Я хочу поговорить Да, о ситуации Дорожном Дело в том, что я Вот еду Езжу каждый день В Ростов Откуда? По трассе М4 А есть такой Замечательный поселок Дорожный Есть, есть От Ксайского района Вот Батайский район, да? Аксайский Аксайский А И сегодня Какая-то вот Нехорошая ситуация Я практически От авиагородка По М4 Вот еду уже 36 минут И еще не доехал До выезда Из Батайска Тут все так Очень тяжело Что просто Я не знаю Как это прокомментировать Тяжело Просто, чтобы Другие водители Об этом были в курсе И как-то выбирали Пути объезда Чтобы не попасть В ситуацию В ту, которую попал я И тут очень-очень Много других людей А завтра вы Завтра вы Этой же дорогой Поедете Или уже Как говорится Обжившись Я завтра поеду Через город Батайск Как-то Вы думаете Там лучше Там, говорят От Батайска До Тачанки Нет Я на другой мост Поеду Прямо вот На Малиновском А мне в ту сторону Ехать Ага А там вас тоже ждут Поджидать Да Там поджидать Но там как-то все бодрее С утра Пока что-то Езжу А как вы думаете Какие причины Такого плотненького движения А я думаю Причина Ну В первую очередь На мой взгляд Это организационная То есть Ребята Перед тем Как начинать Какие-то дорожные работы Надо было Какие-то Продумать Пути объезда Либо же Начинать Дороги И на всех Выездах Сразу Все начинают У нас в конце года Ремонтировать И в конце года У нас Ситуация нехорошая Да Коллапс дорожный Иван Скажите А парковки Устраивают вас В Ростове Вот вы приезжаете Где вы оставляете машину Ваша машина где Ну У меня Машина стоит На парковке Моей компании Это на работе Когда вы приезжаете Да А вот дома А дома Живу я В своем собственном доме Поэтому у меня А То есть у вас Эта проблема Такой стране стоит Загнали во двор Да Там собачка на цепи Все хорошо Да А скажите А вот по вашему мнению Вы как автомобилист Вот эти вот Припаркованные вдоль дорог Автомобили Создают ли пробку Вообще затрудняют Движение по дорогам Да Движение затрудняют Но я считаю Что бороться С этим нужно Не Переводом Бесплатных Парковочных мест Платные Да А если вы хотите Заниматься бизнесом Парковочным Да Стройте вы Многоуровневые парковки Да Которые охраняемые И снимайте за это плату Я соглашусь в этом В плане С предыдущим Дозвонившимся Что ребята Ребята пришли На пустом месте Просто хотят Заработать денег Они ничего Не сделали Ни тех же Парковочных мест Ничего Поставили паркоматы И хотят На этом зарабатывать Мое мнение Хотите зарабатывать Постройте вы парковки И тогда вы будете готовы Сами выкладывать Свои деньги Именно многоярусные Да Потому что Земля в России Дорогая Да Я думаю Что для больших городов Это оптимальное решение Спасибо большое Иван Спасибо вам За звонок Кстати супермаркет Они же не строят Автостоянку Для своих покупателей Рядом Они сделают Таким образом Что сам супермаркет Как бы приподнят А под ним Получилось Парковочное пространство То есть Один и тот же Кусок земли Исполняют функцию И автостоянки И собственно Магазина У нас Мы должны немножечко Прерваться Дать людям Немножко выдохнуть Они не звонят Но переживают Тоже вместе с нами Марина Девятова В роще Пел Соловушка Потом вернемся И будем дальше Продолжать обсуждать Проблему парковок В городе В роще Пел Соловушка Там вдали Песенку о счастье И о любви Песенка знакомая И мотив простой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Песенка знакомая И мотив простой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Губы твои алые Броди и бугой Век поцеловала бы Милой, дорогой Только на свидание Не ходи с другой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой-ой Только на свидание Не ходи с другой Ой-ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой И я умею чуточку Колдовать Цепи мои крепкие Тебе не разорвать С чарами не справишься Век ты будешь мой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Все девчонки бегают за тобой Что же тут поделаешь Если ты такой Я бы тебя спрятала В рощи за рекой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Я бы тебя спрятала В рощи за рекой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой В рощи пел соловушка Там вдали Песенку о счастье И о любви С чарами не справишься Век ты будешь мой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой С чарами не справишься Век ты будешь мой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как ты мне нравишься Ой-ой-ой-ой Продолжение следует... И потом уже... Это код города. И потом уже 200, ровно 25, 19. А у нас звоночек есть. Алло-алло. Доброе утро. Доброе утро. Чуть громче, чуть-чуть. Как вас зовут? Виктория. Виктория, откуда вы нам звоните? В дороге. В дороге на работу. А вы едете в своем транспорте или в общественном? В своем. В своем. И в каком месте вы сейчас находитесь? На транзоне заречной. Как там? Свободно, не свободно? Ну, здесь более-менее. Более-менее. А вы хотите сказать что-то о парковках? Или, может быть, загадку хотите оказать? Где вы ставите свою машину? Я поставил загадку. Ура! А, вот так. Вот так, да? Алишер, повторите, пожалуйста, вопрос. Так, я тогда напоминаю. Как вас зовут еще раз напомнить? Виктория. 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 Да. Что это? Что это? Сидит на окне, говорит по-французски. Ну, у меня вариант только один. Француз. Да! Что это? Непонятно. Конечно. Правильно. Это самый обыкновенный француз. Спасибо большое, Виктория. Спасибо вам большое. Не торопитесь, не торопитесь. Вас ожидает приз. А приз – это билет в Дом кино. Да, Иван Сягин сейчас… Иван Сягин вам сейчас объяснит, как этот билет забрать. Это редчайшая вообще киноплощадка. Это не просто кинотеатр, а это Дом кино. Именно Дом с большой. И находится этот дом на Пушкинской 215. Там идут совершенно роскошные фильмы. И самое главное, что там никто не жует попкорн. Да. Что меня, например, очень радует. Так что не уходите далеко. Оставайтесь в дне, да. Ваня, Ваня, пожалуйста, объясни. Я думаю, что Виктория совсем скоро пойдет в кино. Это такое мое предсказание. А вот что сегодня приготовили звезды для оставшихся знаков зодиака, узнаем прямо сейчас. Гороскоп. Весы, сегодня вас радует далеко не все. Постарайтесь сохранить оптимизм. Если вас перестали радовать близкие люди, не спешите рвать отношения. Тенденция носит временный характер. Скорпион. Звезды будут ярко светить для скорпионов-путников. Главное понять, куда вы идете и зачем. Тогда день пройдет на высшем уровне. За исключением сферы личной жизни. Пока все без положительных изменений. Стрелец. Приятные новости для семейных стрельцов. Какие? Узнайте сегодня. Постарайтесь быть аккуратными в общении. Каждое невзвешенное слово может ранить близкого человека. Вообще звезды советуют 10 раз подумать, прежде чем совершить действие. Козерог. Спокойствие, только спокойствие. Если вы хотите результата, то будьте посерьезнее. Составьте план с мету и следуйте этому. Энергия не бьет ключом. Это расстроит не только вас, но и вашу вторую половинку. Она-то и спасет день от уныния. Водолей. Сегодня вам и море по колено, и все по зубам, и даже уборка удастся на славу. Можете и работать плодотворно, и отдыхать врагам на зависть. Рыбы. Все ваши переживания касаются исключительно родственников. То весть от них дурная, то глупости они совершают. А вот дела идут в гору. Возможно даже получить поддержку очень приятельных людей. Неплохой день. Неплохой день. Он еще и неплох. Знаешь чем? Потому что сегодня, 3 октября, родился Сергей Александрович Есенин. Ура! Замечательный, выдающийся русский поэт, любимец. Да, все его знают и все его любят. Вот нет, наверное... До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание. Обещает встречу впереди. Так вот вспомнилась строчка. Слушала бы и слушала вас и решила. Замечательный поэт. Давайте тогда, может быть, как-то музыкально это все закрутим. Музыкально продолжим, да. Конечно. Отметим день рождения Сергея Есенина. Наши в эфире. Всем привет. Меня зовут Вадим Шашков. Слушайте мои песни на радио и канале. Глубым дается радость, Нежным дается печаль. Мне ничего не надо, Мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, Жалко бездомных собак. Это прямая дорога, Меня привела в кабак. Жаль мне себя немного, Жалко бездомных собак. Это прямая дорога, Меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый сна закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится солнце измокну, улица передо мной. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится солнце измокну, улица передо мной. А на улице мальчик сопривый, воздух поджаренный сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Только вон с этой силой в душу свою не лезь. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Только вон с этой силой, а в душу свою не лезь. Ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать. Я собираю пробки, а душу свою затыкать. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. 18 ноября в Доме офицеров для вас выступит экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубрович. Ах, какая женщина! И шестикратная лауреатка премии «Шансон года» в Кремле Любовь Шипилова. А я тебя всегда ждала. Справки по телефону 279-02-72-16+. Ранняя пташка. Солнышко появляется у нас над городом. 7 часов 50 минут в Ростове. Пробки собираются. Пробки собираются, а тема нашего сегодняшнего эфира продолжает оставаться той же. Это парковочные места, это стоянки. И плюс 15 градусов у нас. Тепленько. Плюс 15 градусов. Тепленько сегодня. Итак, парковки платные, бесплатные. Тема сегодняшнего разговора. Но вы уже знаете о том, что первое тысяча платных мест уже введена. Это улицы Красноармейская, Горького, Пушкинская, Театральный проспект, Доломановский, Газетный, Соколова и Чехова. Но на этом... На этом? На этом авторы этой идеи не останавливаются. И постепенно, со временем, количество улиц, поглощаемых платами парковки, будет расти. Это будет и Большая Садовая, и Ворошиловский, и Буденовский туда. Да даже, Аня, и улицы поменьше. Вот, социалистическая. Здесь Шаумяна, Московская, Станиславского. Боже мой, а там социалка, одни офисы сплошные. Так все, там одни машины будут стоять, никто не будет ездить. А у нас звоночек в студии. Алло, алло, вы нас слышите? Да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, откуда вы нам звоните? Влад, не парковки, скажите. Звоню с Ростова-на-Дону. Ну, во-первых, первое, что хотел сказать, вот вы затронули тему, что это день рождения Есенина. Я из Рязани сама. А-а-а, что вы? Это моя родина. Землячка. Поэтому прямо стало так приятно. И вы не удержались и позвонили. Да, село Константин, находясь сейчас 40 километров от Рязани. Да, да. Школа, школа, дом Есенина. То есть это вот с детства, с детства, начиная с самых первых школьных экскурсий. То есть это такая вот гордость. А пару строчек слабо? В прямом эфире. Выпялся на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, сохраняясь дупло. Только мне не плачется. На душе светло. Мы выйдем к вечеру за кольцо дорог. Сядем копный свежий под соседний сток. Поцелуй допьяно. Измину как свет. Хмельному от радости перестуда нет. Ты сама под ласками. Сбросишь шохот. Унесу я пьяную до утра. И повторяйся звонами плачут глухари. Есть тоска веселая. Валость от зари. А можно узнать сколько вам лет? 28. Вот так молодежь у нас все знает, все помнит. А можно еще узнать, а почему, как вы оказались в Ростове? Вы же наверняка любите свою родину. Да, у меня в принципе родственники, родители 10 лет назад вышла замуж. За ростовчанина. Да, за ростовчанина. Скажите, не расстроены, что поменяли родину на Донскую столицу? Нет, ну вы знаете, в принципе, уже Ростов мой родной город. Вы знаете, у нас регионы равнозначные. У вас в Рязани Есенин, у нас на Дону Шолохов. Шолохов, да. Только вот мне показалось, что одно слово как-то неправильно вы произнесли. Хмельному от радости перестуду нет. Пьяному от радости. Мне так кажется. Может быть, я не ошибаюсь? Ну, так по-моему, Элина так и сказала. Нет, она сказала хмельному. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. А я вот сейчас вообще ничего не назову со страху. Спасибо большое. Спасибо, что вы позвонили. Очень тепло и приятно стало от вашего дня. И вам тоже хорошего дня. И без пробок добраться всюду. Не только сегодня, но и всегда в целом. А можно я хорошую новость скажу? Давай. В одном из пабликов ростовских появилась интереснейшая новость. В роще на Темирнике снова появились белочки. Вот это новость. Вот это действительно новость. Всем новостям новость. Всем новостям. Отлично. Так что, если хотите приблизиться к природе, порадовать ваш глаз милыми, пушистыми зверечками, приходите, пожалуйста, кормите их. Вот, кстати, вот фотография возле кормушки белка. Огромная, толстенная, с пухлыми ляшечками. Красивым хвостиком. Да. Сегодня интересные новости тоже будут у нас в большом информационном часе в 13.00. Узнаем, изменилось ли отношение к маргинальным слоям населения и что делает власть, чтобы помочь социализировать людей без определенного места жительства. Гости студии. Елена Мелехова, директор комплексного социального центра по оказанию помощи людям без определенного места жительства в Ростове. Протеерей Евгения Сяк, руководитель отдела по церковной благотворительности и социального центра. Протеерей Евгения Сяк, руководитель региональной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. Телефон прямого эфира Большого информационного часа 200 ровно 25.19 точно так же, как и у нас. Вот. Так что обязательно, обязательно слушайте, смотрите. У нас, кстати, веб-трансляция есть. Кстати, о белочках. Есть предложение организовать платные скворечники для белочек. Если у вас есть другие предложения относительно того, как хранить вашу недвижимость или движимость в виде белочек, звоните 200 ровно 25.19. Тема та же. Автомобили парковки. Твои желания, мой силуэт и профиль. Я за тобой, как за крепкой стеною и у судьбы на краю. Моя душа своей навеки повенчана, к чему вопросы, ведь по мне сразу видно, Что на земле живет счастливая женщина, когда рядом ты мужчина. Твоя любовь всерьезно не увлеченье, и для сомнений не единой причины, И лишь ее размер и пересначение, когда рядом ты мужчина. Читаешь между строк, ты смойшь трехкот на коже. Я за тобой, как за крепкой стеною и у судьбы на краю. Моя душа своей навеки повенчана, к чему вопросы, ведь по мне сразу видно, Что на земле живет счастливая женщина, когда рядом ты мужчина. Моя любовь всерьезно не увлеченье, и для сомнений не единой причины, И лишь ее размер имеет значение, когда рядом ты мужчина. Ты попадешься в мои сети доверчиво, я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастливая женщина, когда рядом ты. Моя любовь всерьезно не увлеченье, и для сомнений не единой причины, И лишь ее размер имеет значение, когда рядом ты мужчина. Моя любовь всерьезно не увлечена, когда рядом ты. Открою окна и вдохну тебя, любимый город южный, И время замедляет бег, для счастья мало нужно. Настроить сто и семь фм, и музыка с тобой повсюду. ФМ на Дону, ФМ на Дону, ты чудо. Ранняя пташка на ФМ на Дону. Как приятно слушать комплименты, тем более таким прекрасным голосом Геннадия Кулавы. Да, да. Восемь часов одна минута в эфире по-прежнему на радио ФМ на Дону. Ранняя пташка. И у микрофонов Анна Глебова. И Алишер Хаджаев. А за режиссерским пультом. Иван Сягин. По-прежнему. Да, вы будете звонить нам, чтобы сказать ваше мнение относительно платных парковок. По телефону 200 ровно 2519. И будете общаться с Ваней. А мы напоминаем вам, что у нас по-прежнему действует наш конкурс. Конкурс поэтический. Где авторы должны написать стихотворение или посвятить стихотворные строки ранней пташке. В стихотворении постепенно папочка увеличивается этих стихотворных строк. Мы еще мало, мы надеемся. У нас радиослушатели люди талантливые, творческие. Конечно. Мы ждем ваших стихотворений, посвященных пташке. И когда их будет достаточное количество, мы сядем и определим, кто же все-таки победил. А вот победитель получит сюрприз. Это будет абонемент в фитнес-клуб. На целый месяц. На целый месяц, где вы можете себя привести в идеальный порядок. Себя и своих близких. И своих детей. Я бы, кстати, очень хотела. Но мне, наверное, нельзя участвовать. Ну, ты же и про Зайк. Ты же про Зайк. Про Зайк и про Белочек. Вот только что стало известно, что у нас в парке на Темирнике появились Белочки. А у вас какие хорошие новости, Алишер? У меня новость такая. Эпатажный 62-летний поп-певец Борис Моисеев наконец-то женится. На женщину? Вот так. Его супругой скоро станет американская бизнес-леди Адель Тотт. Вот так. Тотт еще Адель. Тотт Д. Два Д на конце. Свадьба будет в Москве. О регистрации в одном из московских ЗАГСов. Адель и Борис знакомы уже несколько лет. И вот, ну, ты помнишь, он очень болел. Там, по-моему, даже инсульт был. И вот после перенесенных Борисом тяжелых испытаний, когда он почти потерял речь и практически учился говорить заново, отношения между ним и Адель стали еще крепче. Детали бракосочетаний и список гостей пока держатся в тайне. Известно лишь одно, что свадебный фраг Бори Моисееву шьет сам Юдашкин. Кто бы сомневался? Вот так. Кто бы сомневался? Вот видите, вот человек остепенился все-таки. К 62 годам решил жениться. Да поздновато что-то. Поздновато. Мне так кажется. Да, любви все возрасты покорны. Ну, может быть, ты и права. Дай бог. Вот тем, кто сейчас только собирается выходить из дома, а девушки, я знаю, стоят сейчас возле шкафчика и думают, ну, нет, нечего, не знаю, что надеть. Можете сегодня прям легенько, коротенькие юмочки, красивенькие кофточки, потому что плюс 15 утром, а днем обещают до плюс 19. Вот Гесмитев обещает до плюс 19. Это не я сказала, это Гесмитев. Вот. А Яндекс обещает до плюс 18. Донашиваете летний гардероб, потом все это придется спрятать. У шкафчик. У шкафчика. Ну, вот мы вроде как с вами отвлеклись чуть-чуть радостной новости. Борис Моисеев, Женицы и тому подобное. А у нас-то в Ростове что происходит? У нас первую неделю отработали платные парковки вдоль центральных дорог города. Насколько они эффективны, для чего они, как вы думаете? Звоните, пожалуйста, нам 200, ровно 2519, ждем же ваших звонков. Для тех, кто звонит из области, и тем не менее часто бывает у нас в гостях, и может быть расстроен тем, что ему негде ставить машину. А если найдешь место, то теперь за него нужно будет платить. Звоните в 8863, код города, а потом уже 200, ровно 2519. У нас сейчас опрос, ну, не слишком активно люди голосуют. С началом работы платных парковок вдоль центральных дорог города, и вот продолжите, пожалуйста, фразу. Первый вариант ответа, ничего не изменилось. Второй вариант ответа, дороги загружены, но я верю в лучшее. Если вы считаете, что все поменялось кардинально, пожалуйста, комментируйте эту запись. Мы обязательно прочтем. Если не хотите, чтобы мы называли вашего имени, пишите нам в личку. Сначала добавьтесь, правда, в друзья, потом уже в личку пишите, указывайте, что вы хотите анонимно, чтобы мы прочитали. И тогда уже будем с вами хотя бы переписываться. Да, а вот Ростовское парковочное пространство, так называется, это ООО, Общество с ограниченной ответственностью, начинает выдавать уже парковочные разрешения. А кому они положены? Кому? Оказывается, инвалидам первой и второй группы, участникам Великой Отечественной войны. Вот это меня вообще немножечко настораживает. А что вас настораживает? Ну, участники Великой Отечественной войны. Низкий им поклон за их подвиг. Но, по-моему, самому молодому сейчас за 90. А вы знаете, я в прошлом году видеоатакова. Он сможет воспользоваться? Или надо уточнить и оговорить? Не сам участник Великой Отечественной войны может бесплатно приехать на парковку и поставить свою машину, при этом не платить. Мне очень трудно представить 90-летнего или 95-летнего ветерана, который приезжает на своей машине. Наверняка его кто-то будет привозить. А я видела одного такого. А вот тот человек может пользоваться этим правом? Вот тут, мне кажется, нужно разъяснить. Одного я видела на автопробеге, посвященном Дню Победы. Я видела этого ветерана. Он еле-еле садился в автомобиль, но он ехал сам. Представляете? Ну, дай Бог ему здоровья еще. Вот он и воспользуется этой льготой. И еще одна категория – это резиденты. То есть люди, которые живут, ну, как бы на этой улице вдоль. Ну, никуда не денешься. А куда, да. Но вот они тоже должны получить вот это парковочное удостоверение резидентское, то, что они живут здесь, предоставят, так сказать, выписку о том, что они зарегистрированы по такому адресу. И тогда они получают право ставить свою машину. Но вот именно в этом квадрате, где находится эта улица. А если занята? Ни лево, ни вправо, да. Ну, как занята? Если занята, значит, занята. Все оплати. Да, да, да. Так что я думаю, что в процессе расширения вот этой услуги платной, я думаю, что вопросы будут возникать. Конечно. Вот в начале, в начале, в записи, в фрагменте интервью, Александр Фанасьевич Юрьев, гендиректор, он же сказал, что первые 15 минут человек заезжает и думает, вообще, стоит ли мне здесь стоять? То есть 15 минут бонусом. Да. То есть он принимает решение, а если его вдруг уже сфоткали на планшет? Ну, нет, он как-то сможет доказать. Ох, все сложно, все сложно. Если у вас тоже есть вопросы, замечания, звоните 200 ровно 2519. Ждем. Сейчас у нас Варвара, красивая жизнь. Конечно, конечно, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok О, нафиг. О, нафиг. Так хочешь что-то красивое? Подарись себе и можешь иметь. А море синее, синее, все равно теплей тому, кто и так знает. Об одном, о другом, о того, кто звезды считает. Золотым кругом бегом красивая жизнь Не выбирает там, где была, там и есть Красивая жизнь Всё время рядом и здесь Ни в небе небыль не видать Там, где любовь, там и рай Красивая ла Для тех, кто может летать Улыбайся с тобой Улыбайся с тобой Поманит звёзд в жемчугах туман И сведёт с ума, ведь их не достать А где-то с неба любовь сама Упадёт к ногам того, кто поёт просто А в одном, а в другом А того, кто звёзды считает Золотым кругом бегом красивая жизнь Не выбирает там, где была, там и есть Красивая жизнь Всё время рядом и здесь Ни в небе небыль не видать Там, где любовь, там и рай Красивая ла Для тех, кто может летать Для тех, кто может летать Ай-яй-яй-яй-яй Там, где была, там и есть Красивая жизнь Всё время рядом и здесь Ни в небе небыль не видать Там, где любовь, там и рай Красивая ла Для тех, кто может летать Ранняя пташка на ФМ-на-Дону Просыпайтесь вместе с нами Платни парковки вдоль дорог В центре города обсуждаем Сегодня у нас звоночек есть Алло, Алло, вы нас слышите? Добрый день Доброе утро Доброе утро Давайте в утро назовём Это как вас зовут? Меня зовут Евгений Евгений Правильно Вот такая ситуация У меня вопрос по парковочным местам В городе Ростой-на-Дону Вот была Вот я еду на Шлинишу Была преференция Там инвалиды первой-второй группы Ставят машины где-то бесплатные Где хотят Или там, где обозначены парковочные места Что делать инвалиду третьей группы? Ну, инвалид по движению По уронам движения Как будет день уроду Вот видите, здесь вот В тех правилах, которые они опубликовали Леготами пользуются инвалиды Первой и второй групп Про третий А третий, если он бизнес Не может прыгать на руках или как? Вот про третий И не звука То есть, получается, есть вопрос Есть проблема? Есть Есть Вот я хотел бы эту проблему обозначить Вот Потому что он многое обозначил, да? Да, это очень важно Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое А скажите, а меня просто интересует Вы довольны тем, что вообще происходит? Что были парковки бесплатные? Теперь они стали платные в тех же местах? Конечно же нет Но какие может быть на государственной территории частная парковка? Это что у меня? Как понять вот это вот состояние души? И вот я работаю, допустим, на предприятиях, которые имеют свою территорию Я работаю там и должен платить Иначе я должен ухаживать за этой землей Зеленое насаждение создать, убирать И еще платить только кому-то Не государство, а кому-то Я считаю, что это неправильно Вот они утверждают, что часть прибыли пойдет на тот же самый ремонт дорог Да, вы знаете, какая у нас сейчас прибыль Какие у нас налоги, какие у нас службы Какие у нас прячут налоги Как это дело сделают так, что получат рубль, а государство заплатит копеек Понятно Это по-нашему все, по-нашему, по-российски Ну вот вопрос поставлен Евгением А куда деваться инвалидам третьей группы? Вот такой вот непростой вопрос Как-то не подумали об этих людях Спасибо вам, Евгений Спасибо большое за звонок Если у вас есть такие же вопросы, которые вы не учли при формировании вот этой концепции Звоните, будем как-то стараться подключаться Принятые вот эти все правила, это же не догма Это не догма, их можно менять, можно вносить, улучшать А это вы точно знаете? Ну я так думаю Любое законодательство, любое постановление, если оно не соответствует жизни Или вызывает нарекания у людей То оно меняется, в него выносятся какие-то коррективы Точно так же и здесь, мне кажется Но только важно собраться всем людям Да, для этого надо не молчать, а говорить Вот как это Евгений сейчас сделал Постал вопрос, куда деваться инвалидам третьей группы? Ну куда действительно Почему он должен платить? Я даже не думала об этом, потому что Я-то вообще думала, что для всех инвалидов Видите, я невнимательная Да, первая, вторая, здесь же сказали Первая, вторая Если вы точно так же хотите обозначить Звоните, звоните, обозначайте 200 ровно 2519, телефон прямого эфира Если вы не хотите звонить, вы не хотите, чтобы узнали ваш голос Или вы стесняетесь, есть такое тоже, Алишер Можете написать нам, добавляйтесь в друзья Страничка ВКонтакте Ранья Пташка После того, как вы добавились Мы тут же вас добавим И будем переписываться в прямом эфире А в конце часа мы обязательно подведем итог Кто как голосовал, какие конкретные предложения внес Опрос Алишер, а мы будем будить наших людей? Будем включать голову в состоянии Голову, еще как, еще как Да, переключать рычажок на вторую Ну, была у меня в первом часе была некая поблажка А уже во втором часе будет загадочка посерьезнее Поэтому, друзья Внимание Какой нос Всегда мерзнет Повторяю Какой нос Всегда мерзнет Мой Мой, а почему мой? Ну, потому что у меня почему-то всегда нос 200 ровно 2519 Телефон прямого эфира Если вы дозвонились У нас были такие Наши радиослушатели, которые нам писали Но нет, мы только звоночки принимаем Писать вы можете Ну, вот ваше мнение Предложение Предложение, да А сейчас у нас время предсказаний Для тех, кто не слышал еще В нашем первом часе предсказаний Да, 8.15 Уже даже 8 Пошла 16-я минута Скорее, скорее Люди ждут Гороскоп Овен Энергии вас немного Постарайтесь не взваливать на свои плечи Непосильную ношу Иначе не избежать переутомления В общении с близкими Нерв натянут Будьте осторожны Не делайте скоропалительных выводов И ошибок Тельцы Сегодня особенно активные тельцы Звезды советуют Направить энергию В сторону путешествий И командировок Не сидите на месте Если есть желание действовать Отношения с вашей второй половинкой Укрепляются Так что не бойтесь Быть откровенными Уже можно Близнецы Ну что тут сказать Здоровье в норме Интерес противоположного пола К вам на пике Мечты сбываются К тому же Удачны будут покупки И инвестиции Вот такой день Прекрасный у близнецов Рак День подарит Прекрасное настроение И незабываемые эмоции Правда Если вы решите В понедельник Устроить спонтанную вечеринку Одумайтесь Самая лучшая импровизация Это тщательно подготовленная импровизация Лев Не бойтесь Начинать новое Если еще не закончили старое Последовательность Сегодня не лучший ваш товарищ Аккуратнее с близкими Неожиданно нагрянувшие родственники Могут докучать своей заботой Если хотите сказать им об этом Постарайтесь действовать Как можно мягче Иначе конфликта не избежать Дева Берите быка за рога Пора новых проектов Не бойтесь Если все оставят вас Один на один С нерешаемыми проблемами Именно работа в одиночку Даст наибольший результат Удачными будут покупки А вот в личной жизни Натянуто Не переживайте Этот период закончится Без вашего вмешательства А пока вы Бессильно переломите ситуацию Вот так Спасибо, Анечка Спасибо Готовлюсь Every day Every day Every night Смотрю на звезды Думаю Что же Что же там написано Читаю И я надеюсь Что сбывается У меня, кстати Чаще всего сбывается Правда, в пятницу Не особо Аня Аня Я от всей души Искренне Сердечно Хочу поздравить тебя Сегодня С Новым Годом Желаю тебе здоровья Счастья Что-то смешно Санитар в студию Лиша Сегодня 3 октября Еврейский Новый Год Называется Рош-Аш-Шана Еще раз Рош-Аш-Шана Рош-Аш-Шана Да Я не Человек Я не могу Этого и говорить Я думаю Что мы сегодня Поздравим с тобой Сейчас всех евреев Которые живут В Ростове-на-Дону С Новым Годом Пожелаем им здоровья Вот, кстати Существует предание Что именно в этот Новый Год Бог отмечает В книге жизни Какая судьба Ожидает в наступающем году Каждого из людей Кому жить Кому не жить Кого ожидает покой А кого скитание Кого благополучие А кого терзание Кому сурдена бедность А кому богатство В день Нового Года Евреям предписано Проанализировать Свои поступки За весь предшествующий год И Соответственно Подготовиться К начинающемуся году Сегодня Вот Размышляя о будущем Евреи просят Мира, согласия И здоровья Так что Анечка С Новым Годом тебя Спасибо большое И всех вообще ростовчан И всех ростовчан С еврейским Новым Годом У меня новость хорошая Давай В переходе Очень важная Федерального масштаба Новость Просто В переходе На центральном рынке Появилась коробка С котятами И Какой-то Бессовестный человек Оставил Но подписал Котята От умной Чистоплотной кошки Заберите Не пожалеете Если Ну хоть это Да Если Видите А то говорят Плохие новости Только Плохие новости Вот хорошие Котята Бери Не хочу Ну наверное Разобрали уже Ну не факт Такие пушистые Камочки Очень красивые Жалко Я Знаете choosing Чистоплотно Для животных Вот А многие Кстати Мечтают О котенке Некоторые Даже покупают Котят Породистых А породистые Между прочим котята болеют, в 300 раз чаще обычных дворовых котят. А загадочка оказалась... Не по сильным? А напомните, пожалуйста. Какой нос всегда мерзнет? Это какой, интересно, нос мерзнет у нас? Ну, мой, я предположила, это неправильно? У котят нос мерзнет, да? У котят нос... Говорят, у кошек всегда нос холодный почему-то. Не знаю почему, но... Но это не то. Пока думайте, думайте, есть у вас время, уходим на музыку, потом обязательно вернемся, еще раз вспомним, что мы говорим о платных парковках, слушаем ваше мнение, ваше предложение. У вас есть там 3-4 минутки на подготовку вашей речи. Конкретные предложения по стоянкам, по парковкам, по парковочным местам, в микрорайонах, в центре, там, где вы живете. Рассказывайте, где вы ставите свою машину. А у нас звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгений. Евгений. У вас по парковкам предложение, или вы хотите загадку отгадать? Я хочу отгадать загадку и сказать сомнение о парковке. Давайте начнем. Начнем с загадок. Так, какой нос всегда мерзнет? Есть такой полуостров Канин-Носк. Там очень холодно. С ума сойти. Просто я учил географию. С ума сойти. Я думал, что неделю уйдет на разгадку. Клин, неделю. Потому что это очень тяжело. У меня есть образованные люди в Ростове. Как это радует. Это мыс на крайнем севере. Но, Евгений, вы просто, просто еще раз подтвердили, что Ростов-на-Дону это город интеллектуалов, эрудированных. А можно узнать, сколько вам лет? 66. Ага. Вот так. Вот. Это еще и жизненный опыт. Спасибо вам большое. А теперь еще мнение относительно парковок платных. Наверняка ваше мнение. Вы знаете о том, да, что вы, я сейчас, пока мы перейдем ко второму вопросу, я хочу напомнить, Евгений, что вы получили билет в Дом кино на два лица. Вы можете сходить. Я вам очень советую прийти. Это недалеко в центре города. Пушкинская, 215. Если вы там один раз побываете, я вас уверяю, вы будете ходить туда с супругой, с детьми, с друзьями. Очень уютный кинозал. Очень уютный кинозал. Очень уютный. Хорошо. Спасибо. Вам, значит, вы не отключаетесь после того, как мы поговорим о парковках. Ваня вам объяснит, как и где забрать билет. Хорошо? А сейчас второй вопрос. Парковки. Ваше мнение. Вот знаете, раньше приезжаешь в центр города, ну, по работе, в лотерею выиграл, встал, место пошел, ты спокоен и вернулся, все, машина уехала. Сейчас надо заплатить и это не решит никак количество машин, которые приезжают в город, потому что люди от машин не откажутся. Ну, просто лишнее напряжение. Ну, есть 15 минут, есть 15 минут, чтобы забрать билет и уехать. Евгений прав, Евгений прав. Ну, надо же идти на работу, тебя же... Вот, Ростовчанин, уехал, я не знаю, там в Краснодарский край, месяц его не было в городе, вот сейчас он приехал, по привычке поставил, я не знаю, на Красноармейский где-нибудь, или на Чехово, или на Газетном, да, не зная о том, что здесь вот такая революция произошла. Его раз щелкнули, все, он не подозрев, не потому, что он жмот, что ему жалко там 35 рублей. У нас в Ростове нет жмотов. Он просто, не подозревая о том, что его снимает с крутоя камера, он сел и уехал, абсолютно никаких корыстных интересов не преследовал, не зажал там эту сотню в кармане. Как говорил Кот Леопольд, неприятность эту мы переживем, ладно уже. Дорогие ведущие, я хочу вам сделать комплимент. Я постоянно, каждое утро слушаю ваши передачи. Вот просто слушаю, потому что у вас такой позитив. Вы такие молодцы. Очень приятно. На высоком профессиональном уровне. Спасибо вам за это. А как приятно нам это слышать. Спасибо большое, Евгений. Австроумно, весело, замечательно. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений. Не забудьте, что вам нужно еще забрать билеты. Мне нужно забрать билеты. Да, а мы сейчас прервемся на музыку, потом вернемся в студию и будем продолжать радовать даже такой напряженной темой, как платные парковки. Если кое-какими частостями пренебречь, мне нельзя моей подруге не гордиться. Крациозная походка, культурная речь и прелестный шрам налево. Ягодица на него, лишь взгляну и схожу с ума. Начинает сердце, блаженно емкоть. Жаль, не можешь этот шрам ты увидеть сама, оказалось бы вам близок, словно локоть. Я у нас, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонки жара на твоей круглой попе, рваная рана в моей душе. Ты у нас, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонки жара на любимой попе, рваная рана в моей душе. Посреди жительских смут я проклятик за сон, я судьбою был загнан, как борзая. Я если б столько не провел, незабленных часов, созерцая этот шрам и осезая, хоть, возможно, в медвежном моем мозгу. Без него была бы картина мира проще, ведь теперь уже и сам я понять не могу, как не лей он мне на вид или на ощупь. Ты у нас, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонки жара на любимой попе, рваная рана в моей душе. Ты у нас, как пчела в сиропе, надо, и не выбраться тебе уже. Тонки жара на любимой попе, рваная рана в твоей душе. Параная! Если б можно было жизнь мне сначала начать, если б можно было заново родиться, я бы славно ненормальный влюбился опять в этот шрам на твоей левой ягодице. И пускай без умолку мы все кричим, что высокий идеал давно развенчат. Шрам на морде украшения грубых мужчин, шрам на попе украшения нежных женщин. Шрам на морде украшения грубых мужчин, шрам на попе украшения нежных женщин. Мама, я у тебя скопчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонкий шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе. Я увяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонкий шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Я увяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонкий шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе. Восемнадцатого ноября в Доме офицеров для вас выступит экс-солист группы «Фристайл» Сергей Дубрович. Ах, какая женщина! И шестикратная лауреатка премии «Шансон года» в Кремле Любовь Шипилова. А я тебя всегда ждала. Справки по телефону 279-02-72-16+. Ранняя пташка на «ФМ» на Дону. А возвращаемся в нашу студию. Говорим сегодня о платных парковках. И у нас есть звонок в студию. Вот пока слушали про всякие рваные раны на душе и других частях организма. Нам позвонили. Алло, вы наслышите? Да, добрый день. Как вас зовут? Вы знаете, Бог любит троица. Меня тоже зовут Евгений. Да вы что? Третий. Евгений Третий. Великий Евгеньевский день, можно было бы сегодня так назвать. Слушаем вас. Дай Бог здоровья всем Евгениям. Да, да. Вопрос такой, что, вы знаете, эти парковки, затея в принципе хорошая. Благая, как бы, ну, чтобы было меньше пробок и так далее. Но эти парковки как раз вот тот шрам на том самом месте. Вот так же рваный. Нет, рваный. Ну, а что поделаешь? Надо знать просто, в какой мы стране живем. Хотя я нашу страну очень люблю. Можно сказать, что и патриот своей страны. Ну, это наша, скажем так, не то, что российская, это советская действительность и тот менталитет. Конечно, хорошо, что сделали улицу Максима Горького, расширили, предусмотрели. Но, вы знаете, это не решит проблем. Ну, в частности, я что хотел сказать. Два момента. Это вот для тех людей, которые там живут. А как правило, ну, не как правило, но бывает так, что и нет. Кроме одной машины бывают и две, и три. Но разрешение отдают в пределах одного квартала только для одной машины. Но хотел сделать акцент больше на то, что я являюсь инвалидом второй группы. Вы знаете, я хотел оформлять разрешение, льготное разрешение для инвалидов по второй группе. Я, конечно, столкнулся с тем, что, вы знаете, бывает так, ну, вот, вместе со мной был там один ветеран войны, очень пожилой, уважаемый человек. Для него дочка купила автомобили. Ну, это вот как бы я из-за него, я говорю из-за себя, как бы схожие ситуации в том плане, что автомобили были оформлены не на нас, а на наших родственников. Ну, как это работает? Да, ну, дочка купила для своего отца автомобиль, для ветерана, инвалида второй группы. Вот. Ну, автомобиль куплен в кредит. То есть, соответственно, на него бы просто вы не оформили. Вот. А там, значит, в положении написано, в правилах, что, значит, если ты не являешься собственником, то должен иметь нотариально заверенную доверенность. Причем так, не просто на управление этим автомобилем, а непонятно, почему такое требование, что вы еще с правом продажи. Ну, да, да, на право. Вот это очень интересно, как это может... Да, как это может влиять? Тем более, что у нас схожая ситуация в плане того, что поле САГО, которое у нас было оформлено, оформлено только на нас. Мы единственные водители в данных автомобилях. Ну что, вот давай такая еще тема. Да, вот видите, еще проблемы. Вот мы берем это все на заметочку. Спасибо вам большое. В эфире был Евгений Третий. Евгений Третий. Сегодня Третий уже. Ну, а сейчас анонс выпуска новостей. И с ним наш корреспондент Анастасия Челокьян. Новости на Дону. Новости коротко. В Ростове грузовик провалился во враг вместе с дорогой. Дончан проверят на знания русской истории, культуры и традиций. Суд пересмотрит из Гдонского Минстроя к застройщику Ростов-Арены. Подробнее слушайте в выпуске новостей 8.50. Изменилось ли отношение к маргинальным слоям населения? Что делает власть, чтобы помочь социализироваться людям без определенного места жительства? Поговорим 3 октября в 13 часов в эфире «ФМ на Дону». Гости студии. Директор комплексного социального центра по оказанию помощи людям без определенного места жительства в Ростове Елена Мелехова, протоэрии руководителя отдела по церковной благотворительности и соцслужением Ростовской на Дону епархии Евгения Осяк и руководителя региональной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов. Слушайте интервью 3 октября в 13 часов на «ФМ на Дону». Звоните по телефону 200 ровно 2519. Радиоприем в эфире «ФМ на Дону». Чиновники и политики всех уровней, сотрудники силовых ведомств в прямом эфире отвечают на вопросы жителей области. 4 октября в эфире начальник главного управления МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Ларионов. Звоните и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 200 ровно 2519 4 октября с часу дня. «ФМ на Дону»! Улыбнись новому дню! Не целуй на прощанье Ты знаешь, как мне обидно Но не держи мои руки, любимый Не сбивай меня с ритма Забывай понемногу Ты не был никогда грубый Но под твоим глазом видно, любимый Ты целовал ее губы Ну, где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную Но мне теперь просто так интересно Как она его и децепт целует Она не женщина, она зараза И мне теперь чужого не надо И я подумал, сказала сразу Я так довольна в реке, я пока рада Половина шестого И так все без перерыва Я тебя забываю по нотам Обманывать некрасиво Передавай ей приветы И да, спасибо большое Но не давай мне советов любви Да что же это такое Ну, где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную Но мне теперь просто так интересно Как она его и децепт целует Она не женщина, она зараза И мне теперь чужого не надо И я подумал, сказала сразу Я так довольна, блин, я так рада Я так довольна, я так рада Я так довольна, чужого не надо Я так довольна, я так рада Я так довольна, чужого не надо Не целуй на прощание Ты знаешь, как мне обидно Но не держи мои руки, любимый Не сбивай меня с ритма Передавай ей приветы И да, спасибо большое А не давай мне советов, любимый Да что же это такое? Ну где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную Но мне теперь просто так интересно Как она его и где сердце умеет Она не женщина, она зараза И мне теперь чужого не надо И я подумал, сказала сразу Я так довольна, блин, я так рада Ну где ты взял такую принцессу? Я удивляюсь, я не ревную Но мне теперь просто так интересно Как она его и где сердце умеет Она не женщина, она зараза И мне теперь чужого не надо И я подумал, сказала сразу Я так довольна, блин, я так рада Я так довольна, я так рада Я так довольна, чужого не надо Я так довольна, я так рада Я так довольна, чужого не надо Ранья Пташка Здравствуйте, как вас зовут? Если его зовут Евгений Меня зовут Георгий Нет, я не Евгений, я Георгий Георгий Скажите, утро у вас доброе или так себе? У меня утро всегда доброе Потому что скучать никогда Ой, это хорошо Вы что-то хотели относительно пробок сказать? Да Вот сейчас товарищ один Придо мной Георгий Не третий А Максима Горького Парковка Я там частенько бываю По роду работы, по роду службы И у меня вот возник сразу Когда я узнал О платных парковках И сейчас он у меня Здесь очень быстро Скажите А от того, что парковки стали Приятными Их что, больше стало? Парковок или кого? Вы имеете в виду количество мест? Вы понимаете? Количество парковочных мест Не изменилось Не увеличилось Да, сейчас эти места Полупустые стоят в парковке Я частенько там езжу и не вижу Понимаете? Просто люди перестали Пользовать с этими парковками А еще там И можно поставить бесплатно, да? Ищут, естественно Да, совершенно видно Это Максима Горького С одной стороны платное С другой стороны Можно поставить так Волюбочину Что люди делают? Вот, понимаете? То есть Считается с парковками Не уменьшается Не облегчается Ничего не Мы просто Распределяем потоки Может кто-то уехал На другую улицу Или во двор поставил машину А кто-то, допустим Ну, я не думаю Вот я, например, по работе Могу только на машине работать Понимаете? У меня работа такая Я могу без машины Ездить по городу То есть Пробки как были Так и остались Сложности с проездом И с парковкой Как были, так и остались Значит, режима такое А зачем тогда вообще Это все затевать Если количество парковок Не изменилось Они просто стали платными То есть вы считаете Что количество парковочных мест Не увеличилось А просто они Пришли из категории Просто они раньше были заняты А теперь они не заняты Вот и все Это ваше мнение А сейчас машины Машины занимают места, да? Ну вот я сейчас еду Выезжаю сейчас на Максима Горько Поверьте Все дворы забиты машинами Там, где раньше было свободно Вот на Максима Горько Сейчас на парковках места есть Это вот изобретательность ростовчан Ну, наверное Но дело в том, вы понимаете Что количество Вот Как Вопросы В чем Вот сейчас я еду По Максиму Горько Вот пустая парковка платная Кстати, инвалидное место точно Я подъезжаю к Кировскому Там та же самая история С правой стороны Где есть парковка Не обозначенная парковка Все забито С левой стороны Извините Я вот еду в сторону Кировского Из Нахичевана А вот сейчас С правой стороны пусто С левой Там уже можно Не размечено Там машины полно Где размечено Там машины стоят через одну Все, я так понимаю, Георгий Что мы еще ни день И ни два будем разбираться С этим Спасибо, Даша Спасибо, Георгий Вот мы А мы теперь поняли Что все-таки посвободнее Видимо, на дорогах стало По крайней мере, на Горького Ну, люди не хотят платить Не хотят Придумывают Придумывают А на всякий случай Напомним, что сегодня День рождения Сергея Есенина Сергея Есенина Замечательного поэта Из Рязани И мы продолжим Опять-таки Поздравим всех нас И вас С этим прекрасным днем Немножечко разрядим Обстановку После всех этих Платных парковок Послушаем Да Наши Наши В эфире Здравствуйте Счастливые мои ростовчане И гости Нашей южной столицы Я автор-исполнитель Владимир Смоледниров Слушайте мои песни На радио ФМ На Дону 100 и 7 Я положил Я положил в твоей постели Полузавядшие цветы И с лепестками помертвели Мои усталые мечты И с лепестками помертвели Мои усталые мечты Я нашихтал своим левкоем Об угасающей любви И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови Мы не живем А мы тоскуем Для нас мгновенье красота Но не зажжешь ты поцелуем Мои холодные уста Но не зажжешь ты поцелуем Мои холодные уста Я нашитал своим левкоем Об угасающей любви И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И пусть в мечтах я все читаю Ты не любил, тебе не жаль Зато я лучше понимаю Твою любовную печаль Зато я лучше понимаю Твою любовную печаль Я нашитал своим левкоем Я нашитал своим левкоем Об угасающей любви И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови Я нашитал своим левкоем Я нашитал своим левкоем И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И ты ко плаканным покоем Меня уж больше не зови И ты ко плаканным покоям Меня уж больше не зови Возвращаемся, напоминаем, что сегодня обсуждаем платные парковки Где вы паркуетесь, не паркуетесь, что вас радует и что вас просто вымораживает Какие у вас предложения на этот счет? Возможно, вы еще успеете, 200 ровно 25.19 Ну а наши постоянные радиослушатели знают, что сейчас 8 часов 45 минут А это значит, что время предсказаний Вот так, гороскоп Весы, сегодня вас обрадует далеко не все Постарайтесь сохранять оптимизм Если вас перестали радовать близкие, вам люди не спешите рвать отношения Тенденция носит временный характер Скорпион Звезды будут ярко светить для скорпионов-путников Главное понять, куда вы идете и зачем Тогда день пройдет на высшем уровне За исключением сферы личной жизни Пока все без положительных изменений Стрелец Приятные новости для семейных стрельцов Какие? Узнайте сегодня Постарайтесь быть аккуратными в общине И каждое невзвешенное слово может ранить близкого человека Вообще, сегодня звезды советуют 10 раз подумать Прежде чем совершить действие Козерог Алишер, внимание Спокойствие, только спокойствие Если вы хотите результата, то будьте посерьезнее Составьте план, смету и следуйте этому Энергия не бьет ключом Это расстроит не только вас, но и вашу вторую половинку Она-то и спасет ваш день от уныния Ой, спасибо Водолей Сегодня вам и море по колено, и все по зубам И даже уборка удастся на славу Можете работать плодотворно и отдыхать врагам на зависть рыбы Все ваши переживания касаются исключительно родственников То вести от них дурная, то глупости они совершают А вот дела идут в гору Возможно даже получить поддержку очень влиятельных людей Возвращаемся Возвращаемся в нашу студию Отлично Друзья, сегодня день необычный А какой? 3 октября, это не только день рождения Сергея Есенина 3 октября, это день, когда был принят сигнал бедствия на море СОС Save our soul? Да Save our ship, можно и так сказать СОС Спасите наш корабль Или Save our spirits, спасите наши души Почему именно СОС? Дело в том, что в азбуке Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково Три точки, три тире, три точки Очень удобно Save our ship, спасите наш корабль Или Save our spirits, спасите наши души И вот этот вариант, ну, наиболее распространенный Все говорят, что СОС Это спасите наши души А вы знаете, кто сейчас прям кричит об этом? Кто? Вот эти сигналы подают Наши рестораторы Потому что в аэропорту Ростова Заметили Ольгу Романовскую Ведущую программу «Ревизора» Так что аккуратнее Наверняка она куда-нибудь на грани И будет где-нибудь выискивать пыль А у нас звоночек в студию Алло, вы нас слышите? Да-да, доброе утро, Раняя Сташка Доброе утро, а как вас зовут? Меня зовут Светлана Я вам уже звонила Правда? Я Ростовец Как вы нас ласково назвали А, нет, так Очень приятно А у вас Вас тоже беспокоят платные парковки? Нет, вы знаете Сегодня такой праздник Я вас поздравляю И не могла стихи вам посвятить Сегодня в такой день Я не могла не написать А, ну, что я вам, конечно Перед работой Села быстро, написала Так, так Да Психологи твердят со всех сторон Поснувся И забудь дурной свой сон Пойди И в зеркало ты посмотри И улыбнись себе И подмигни Да здравствуй, новый день Не омрачит тебя чужая негатива тень Включи ты радио Настройся По волну Плывай сильно тихо на дону И птички запою С утра тебе и мне Пашечки родные наши все Приветствуют на позитивной нас волне Семь утра бодры и веселы Настрой подарят Но весь день они Расскажут, расскажут Что и где И как Заинтригуют И развеселят Ура программе говорим По утренней настой Сердечно вас благодарим Спасибо вам за все Спасибо большое, Светлана Не забывайте Вы так подняли настроение всей нашей команде Да, вы же можете участвовать в нашем конкурсе поэтическом Считайте, что это уже заявка Праздник Да, лирический День Есенина Прекрасный Я не могла вас не поздравить С этим днем Потому что Спасибо Утро я встречаюсь с вами Спасибо Теперь осталось только Эти стихи Переправить к нам сюда В редакцию Да, обязательно Отправляйте Можете у нас на страничке Вконтакте Добавляйтесь в друзья Пишите в личку Мы прям Наверное даже с фотографией Вашей Можем не встретить Переключайтесь И Ваня вам объяснит Как это сделать Хорошо Спасибо большое Спасибо большое Ой, у нас время Время новостей Да Восемь часов пятьдесят минут Так что Лешер Давайте послушаем Новости на Дону У микрофона Анастасия Челакьян Здравствуйте В этом выпуске Где грузовики провалились Во враг вместе с дорогой Как можно проверить Знания русской культуры И истории Об этом и другом Далее подробно В Ростове грузовик Провалился во враг Вместе с дорогой Информации о пострадавших нет Это произошло В железнодорожном районе города На нижнем железнодорожном проезде Теперь по этому пути Не проехать Водители вынуждены Пользоваться нерабочим тоннелем Люди комментируют Инцидент в соцсетях Говорят, что жалобы На этот участок Дороги в администрацию Направляли неоднократно Дончан проверят На знания русской истории Культуры и традиций 4 октября Ростов примет участие Во всероссийской акции Этнографический диктант Он пройдет одновременно Во всех крупных городах страны Участники получат 30 тестовых заданий Которые нужно сделать За определенное время Итоги подведут 4 ноября В день народного единства Проверка этнографической грамотности Пройдет в ДГТУ Суд пересмотрит Иск Донского Минстроя К застройщику Ростов-Арены Заседание пройдет В московском арбитраже В конце ноября Ведомство требует От ВГУП Спортинжиниринг Выплатить неустойку За нарушение срока Выполнение работ Это почти 18 миллионов рублей Касация удовлетворила Жалобу ведомства Хотя на предыдущем этапе Суд наоборот Взыскал с Минстроя Около 400 тысяч рублей В пользу предприятия За просрочку оплаты работ Сегодня строительная готовность Ростов-Арены 62% Стадион обещали закончить В декабре 2017 года Однако подрядчик Подрядчик строительства Компания Крокус Интернешнл Готова сдать объект На полгода раньше Ростов обыграл Московский ЦСКА Встреча прошла На стадионе Олимп-2 В воскресенье Игра прошла В рамках девятого тура Премьер-лиги За несколько дней до этого ЦСКА проиграл Английскому Тоттенхэму В Лиге чемпионов Поэтому в Ростове Собирался только выигрывать Поддержать москвичей Пришли и ростовские болельщики Местного клуба СКА Несмотря на решительный Настрой гостей Хозяева забили два мяча Сейчас желто-синие На четвертом месте Турнирной таблицы Чемпионата России 15 октября Ростовчане сыграют Против лидера чемпионата Спартака Матч пройдет в Москве Это были все новости ФМ на Дону Телефон редакции 200 ровно 0849 С вами была Анастасия Челакьян И о погоде В Ростове сегодня Плюс 15 солнечно В Таганроге Плюс 16 И тоже солнце В Сальске Плюс 14 облачно Ранняя пташка Спасибо большое Анастасии За новости За прекрасные новости О погоде Ну ужасные новости О том что дороги У нас валяются Вместе с грузовиками Ну тут Анастасия Бессильна к сожалению Ну да А нам написал Денис Помните тот самый Который все время Выигрывает билеты Он опять что-то Собирается выиграть Нет А он написал Он написал Доброе утро пташка Концерт Кальянова Прошел замечательно Восклицательный знак Уютная обстановка Александр общался С публикой на равных Много шутил Рассказывал интересные истории Спасибо за пригласительные И вот фотографии Фотографии Вот на ближней даче Где прошел концерт Вот так Денис Спасибо вам Ты нас должен благодарить Ты себя должен благодарить За свою активность За свое умение Побеждать За то что вы такой молодец Ну вот результат Кальянов Молодец Спасибо что написал Это очень важно для нас Очень приятно Вообще постоянные радиослушатели Это очень приятно Мало того что признаются В любви В стихах еще Да А мне кстати Вот лично Признавались в стихах А вот теперь массово Такой девушке как ты Даже я Освятил бы стихи Ну давайте Да Но я лучше обращусь К нашему радиослушателю Ну давайте Хорошо У вас есть интересная информация Вы можете предложить Тему для обсуждения Думаете мы могли бы Поговорить об этом В прямом эфире Поделитесь информацией И оставьте свои координаты Наш телефон по прежнему 22519 Нам интересно Все Да нам все очень интересно И нам интересно Ваше мнение Сегодня мы узнали Что все таки Большинство Проголосовавших Считают что С началом работы Платных пробок Вдоль центральных дорог Города Ничего не изменилось Вот большинство 56,3% То есть не лучше и не хуже Да Ну ничего Вот просто никак Люди просто осторожничают Люди приглядываются Присматриваются Пытаются взять на зуб Попробовать А что это такое Платные парковки И надо ли им сразу Как в полы И накидаться В эти парковки Может быть Всякое бывает Может быть А вдруг завтра отменить Да Или может быть Даст платить Или снизят Будет не 35 рублей А 19 Когда За машутку Я не знаю Неплохо Время эфира у нас истекает Истекает Нам пора прощаться Как прощаться? Времени полно еще Нет Нет Все Нам уже постепенно Надо прощаться Ой какая жалость Печалька Единственное что радует Что завтра утром Мы опять в эфире Да Это радует Мы уже с Оксаной Мирошниченко Правда? Да Правда А ты уйдешь? Ну я вернусь Не уходи Я думаю Оксана Она сделает так Что вы вообще про меня забудете Да ладно тебе Спасибо большое Всем и вам Алишер И вам радиослушатели Что были с нами Звонили И с вами сегодня Два часа С 7 до 9 Был Иван Сягин Сначала Иван Сягин А уж потом Анна Глебова И Алишер Хаджаев Ваш покорный слуга Спасибо вам большое До завтра До скорых встреч Не забывайте нам завтра Тоже звонить 200 ровно 2519 Тоже будет интересная тема В общем Оставайтесь с нами Круглосуточно До свидания ФМ на Дону Улыбнись Новому дню Было много обид и обломов Доставало житье и бытие Но без всяких без красных дипломов Занял место я в общем свое Я не красавчик Чтоб все с ума сходили Да и не сходят Это даже веселей Но девочки всегда во мне Чего-то находили Не знаю, что на девочкам видней Но девочки всегда во мне Чего-то находили Не знаю, что на девочкам видней Этим я поделился секретом Первый раз, первый раз, первый раз В каждом зале и в этом, и в этом Я надеюсь, подружки, на вас Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что на девочках видней Я не красавчик Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что на девочках видней И когда мы расстанемся с вами Вспоминая, как вечер хорош Я уйду, не стуча каблуками А под плеск ваших легких ладош Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что на девочках видней Я не красавчик Не знаю, что на девочках видней Не знаю, что на девочках видней Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что она девочкам видней Субтитры создавал DimaTorzok